Всем привет! По просьбе одного из моих подписчиков я снимаю видео о том, как повысить фпс в Rainbow Six Edge. Для поиска хорошей информации я потратил немало времени, так что оцени этот видос лайком и так же не забудь подписаться на мой канал, ну и так же вступай в мою группу в дискорде, ведь она нуждается в хорошем активе и в хороших людях. Ну что ж, не будем задерживаться и переходим к видео. Для первого способа нам понадобится программа Smart Game Booster. На эту программу я оставлю ссылочку в описании. Это замечательная прога, которая помогает вам оптимизировать игры и так же компьютер. Здесь мы нажимаем на клавишу Boost. После завершения данного буста вам покажет на сколько процентов ваша система оптимизировалась. В данный момент у меня показано на 40 процентов. Дальше мы переходим во вкладку Games. В этой вкладке вы можете выбрать игру, которая у вас установлена на компьютере. Ну или же если она здесь не отображается, просто добавить. Для этого нужно нажать на Add. Нажимаете Boost and Launch. Только с помощью данной программы игра будет максимально оптимизирована. Также хочу сказать, для того чтобы оптимизация была постоянно, вам нужно открывать эту игру именно через данное приложение. Иначе если вы будете открывать только через ярлык на рабочем столе, ничего работать не будет. Также в этой программе есть очень хороший вклад. В этой вкладке вы видите состояние вашего компьютера, то есть сколько градусов видеокарта, процессор и какая скорость ваших кулеров. Следующим способом является файл подкачки. Его вам нужно использовать, если у вас не хватает оперативной памяти, иначе это не будет сильно помогать. Сейчас на экране вы видите, где найти этот файл подкачки и также рекомендую установить значение около 4 гигабайт. Больше вам просто не нужно. Также для тех, кто не знает, файл подкачки используется как дополнительная оперативная память. То есть на этот файл подкачки будет закидываться весь кэш вашей системы, дабы освободить основную оперативную память. То есть очень полезная вещь, на самом деле даже у меня на компьютере стоит и я не первый раз упоминаю его в своих роликах про фпс. Следующий способ. Заходим в стим, в вашу библиотеку, выбираем игру, нажимаем свойства, просмотреть локальные файлы, листаем в самый низ. Здесь вы увидите rainbow6h.exe, нажимаете на него правой кнопкой мышки и заходите в свойства. Дальше следуйте по видео. Следующим способом я поставил обновление драйверов вашей системы. Для этого я использую программу driverboost, ссылочку на которую я оставлю в описании, всем рекомендую. Ну а если вы боитесь скачивать сторонний софт, то просто заходите в диспетчер устройств и обновляйте все драйвера вручную. Больше останавливаться на этом способе я не буду, так как я не вижу смысла, вы же у меня умные и обновить драйвера могут все и без моих объяснений. Ну и напоследок хочу сказать про настройку графики в самой игры. Я в этом особо не шарю, поэтому рекомендовать какие-то настройки я не буду. Сейчас я вставил его видеоряд в себе в ролик, я надеюсь что авторское право мне не прилетит, так как автор указан. Ну на этом все, больше достойных способов я не нашел. Конечно я мог бы разбавить свой ролик водой, но делать этого я не буду. После моих способов вам должно прибавиться порядка 20 фпс. Ну запомните, каждый компьютер индивидуальный и не всем это подойдет и не у всех прибавит именно столько фпс, сколько я сказал, кому-то больше, кому-то меньше. Спасибо за просмотр, не забывай подписаться на канал с колокольчиком, поставить лайк этому видео, также пиши комментарии и заходи в нашу группу в дискорде. Ну вот и все, все сказал. Спасибо за просмотр еще раз и пока. Субтитры сделал DimaTorzok